Площадь пожара в Егоревском районе со вчерашнего дня увеличилась с 80 гектаров до 1200 гектаров. Прогнозы синоптиков неутешительные. Когда даже один сантиметр имеет значение, вода в Аби почти поднялась до критической отметки. В Затоне готовятся к самым разным сценариям. В вузах региона началась приемная кампания. Какие нововведения ждут абитуриентов и где больше всего бюджетных мест? Жители Егоревского района Алтайского края эвакуируют из-за бушующих в регионе лесных пожаров. Общая площадь возгорания уже превысила 1200 гектаров, в то время как сутки назад она достигала всего 80 гектаров. Обстановку осложняет сильный ветер. Для ликвидации огня на Алтае задействовали самолет-амфибию из авиационного спасательного центра МЧС. В районе введен режим ЧС. Там сегодня работает губернатор края Виктор Томенко. В зоне потенциального риска от лесного пожара сообщает информационное агентство ТАСС пять населенных пунктов. Это села Новоегоревское, Лебяжье, поселки Новосоветский, Перешечный и речка Кормиха. Ранее они уже подвергались неблагоприятному воздействию лесного пожара, который бушевал в ракитовском лесничестве с 7 по 10 июня. И вот новое возгорание уже на территории Лебяжинского лесничества. Возникло оно вчера, и за сутки площадь пожара увеличилась больше, чем в 15 раз. Из-за плохой видимости перекрыли движение на одной из алтайских трасс направления Змеиногорск-Новосибирская область. 25 пациентов Лебяжинской туберкулезной больницы и 159 пациентов детского психоневрологического интерната перевезли в социальное учреждение Рубцовска. Больше пока никого не эвакуировали, но на случай ухудшения обстановки проведена подготовка. Тушат пожар около 300 огнеборцев, задействован самолет-амфибия. Действует оперативный штаб. В район выехал глава региона Виктор Томенко. Добавим, от огня снова сильно страдают животные. Так к людям вышел олененок. Бежит много ежей. Один сантиметр отделяет жителей краевой столицы от критического уровня воды в Аби. В районе Барнаула река поднялась до отметки в 559 сантиметров. Это значит чуть выше, и в Барнаульском затоне могут начаться серьезные подтопления. Мои коллеги побывали в поселке и выяснили, как обстоят дела на сегодняшний день. Поселок, окруженный водой. Затонцы настолько привыкли к сезонному половодию, что происходящее их нисколько не смущает. Уже полторы недели жители наблюдают подъем Аби. До критической отметки в 600 сантиметров остался один. Так это разве только в 2014 году по подоконнику было. То есть к этому вообще спокойно отбросить? Да нет, ну сейчас она остановилась же вода. У нас можно подойти. Люди сохраняют спокойствие и позитивный настрой. Купаться, конечно, в такое течение не идут, но бизнесу прокату скутеров это только на руку. Хотя некоторые локальные ограничения жителям терпеть приходится. У жителей улицы Озер на участке не скрыло, но вот насыпную автодорогу полностью скрыло. Осталась тропинка, но и она здесь заканчивается. Начальник управления по делам ГУЧС Барнаула Владимир Драчев сообщил накануне, что в Затоне запаслись глиной. На одном из переулков подсыпали вал, дополнительно защитили прибрежную улицу. В поселке круглосуточно дежурят спасатели. Вода в огороды подтапливает. Неприятно. Но домов потопленных нет? Нет. Сейчас вода, сегодня-завтра начнет убывать уже. Начнет убывать. А вы приехали просто на проверку или какие-то работы сейчас будете производить? Посмотреть, определиться с фронтом работы. И там видно будет, что делать дальше. То есть, возможно, отсыпка продолжится? Конечно. По данным МЧС, в Затоне потоплено 30 приусадебных участков, продолжая действовать режим повышенной готовности. При этом уровень реки Бии у города Бийск за последние дни упал на 18 сантиметров. Катуниус Росток на 10. Снижаются уровни воды в Чумыше и Аллее. Анастасия Дороган, Егор Волков. День с толком. Проблем с водой станет меньше и в других барнаульских территориях. К примеру, в поселке Октябрьский запустили дополнительную скважину и заменили насос на более мощный. Об этом сообщает в Росводоканале Барнаул. Вынужденные меры пришлось применить после того, как из-за резкой жары в начале июня жители поселка не могли днем набирать воду. Ее потребление в пекло оказалось слишком большим. А в будущем в рамках федерального проекта «Чистая вода» в Октябрьском построят насосную станцию третьего подъема. После ее ввода жители поселка будут подключены к централизованной системе водоснабжения Барнаула, то есть с артезианских водозаборов на очищенную речную воду. Новую артезианскую скважину подключили и в барнаульском поселке Благодатное. Местные жители тоже жаловались на то, что вода из кранов практически не течет. Подобные ситуации на контроле администрации Центрального района, сообщили нам в пресс-службе Барнаула. При необходимости осуществляется подвоз воды по заявкам. В Алтайском краевом центре охраны материнства и детства появился новейший лазерный аппарат российского производства, который способен свести к минимуму хирургические вмешательства в детский организм. Он может дробить камни в мочевыводящей системе. Это первый подобного уровня аппарат в государственных детских больницах региона. Кстати, по статистике число несовершеннолетних пациентов с камнями в мочевыводящей системе становится больше. Как работает аппарат, узнавал Данил Кузнецов. Доброе утро. Доброе утро. Чертолага, как тебе дела? Нормально? Бог не болит. Ну, ложись. Ложись на кроватку. Восьмилетняя Шукрона поступила в краевой центр охраны материнства и детства месяц назад с подозрительными симптомами. В последнее время камни в мочеточниках у детей диагностируют все чаще. К примеру, в 2022 году в центре пролечились 126 несовершеннолетних пациентов. Поскольку это дети, в 40% случаев необходимо было хирургическое вмешательство. Мы предложили бы два варианта. Вариант первый – либо провести открытую операцию. Вариант второй – либо отправить ребенка в Москву при наличии стента в мочеводительной системе. То есть, чтобы эту операцию проводили в федеральном центре. Такие варианты предложили бы еще полгода назад родителям Шукроны. Сейчас же в центре появился новейший отечественный лазерный аппарат повышенной мощности – литотриптер. После него не возникает рецидива, а ребенок меньше находится в стационаре. Специальным зондом через мочеточник подводится камень, который расположен либо в почке, либо в мочеточнике, и лазерным лучом. И вот дробится этот камень. Камень дробится до самых мелких фракций, то есть песок. И потом самостоятельно выходит. Аппарат появился благодаря благотворительной программе Банка ВТБ. Организация оплатила такое нужное для детей оборудование в рамках своего проекта «Мир без слез». Кстати, наш регион становится участником этой программы уже в четвертый раз. Программа «Мир без слез» существует уже больше 20 лет. За этот период времени почти 200 учреждений здравоохранения получили медицинскую поддержку от Банка ВТБ. В текущий год запланировано порядка 16 проектов, и один из них – это Алтайский край, город Барнаул. Как отмечают сотрудники регионального отделения Минздрава, за последние пять лет алтайская медицина серьезно обновила оборудование детских больниц. Из регионального бюджета на эти цели было выделено свыше четверти миллиарда. Следует отметить, что за последние пять лет в части оснащения поликлиник, поликлинических отделений более 700 единиц высокотехнологичной медицинской техники мы этой техникой оснастили наши поликлиники, поликлинические отделения. Именно благодаря такому современному оборудованию маленькие пациенты со всего региона могут получить первоклассную медицинскую помощь, избежав серьезных последствий и хирургических вмешательств. Данин Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. В вузах Алтайского края стартовала приемная кампания. Основной наплыв абитуриентов ждут в начале следующей недели, пока еще далеко не все вчерашние школьники получили аттестаты. Тем не менее, уже сегодня в университеты региона пришли выпускники прошлых лет, будущие магистранты и не только. О новинках этой приемной кампании расскажем в нашем сюжете. Первый день приема документов. Абитуриенты выстроились в очередь уже в 8 утра. К 12 дня в Алтайский госуниверситет поступило больше 40 заявлений. В этом году АГУ – лидер в регионе среди вузов по количеству бюджетных мест. Их почти 3000. Больше всего в бакалавриате. Химия, химическая технология, биология, прикладная математика и информатика. Многие подают документы онлайн, через личный кабинет на сайте вуза или через госуслуги, что удобно для жителей отдаленных районов. Поскольку в этом году еще минимальная статистика, прошло всего несколько часов приема, в прошлом году к нам подали документы абитуриенты из 70 субъектов Российской Федерации. И это начиная от Крыма и заканчивая районами Крайнего Севера. Кроме того, у нас традиционно достаточно большой процент претендентов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Ну, порядка 20 стран у нас обычно, 20-25 стран. А в Политехе за два часа полсотни заявлений. В этом году в вузе впервые выделили бюджетные места на направление биотехнологии и техносферная безопасность. Традиционно самое большое количество бюджетных мест на факультете информационных технологий в Институте биотехнологии, пищевой и химической инженерии. А всего в этом году бесплатно поступить в университет смогут около 2000 человек. Есть новинки, которые характерны для любого университета. В принципе, для приемной кампании 2023 года это приоритетное зачисление. То есть теперь абитуриент, приходя в приемную комиссию, может расставить направление в порядке приоритета, и он будет зачислен в зависимости от своих пожеланий. Есть еще одно уточнение для абитуриентов этого года. Что важно, я хочу обратиться к абитуриентам, которые планируют поступать на заочную форму обучения. В этом году набор ведется одновременно на очную и заочную форму. Поэтому все студенты будут зачислены до 1 сентября. И поэтому заочникам, тот, кто планирует поступать на заочную форму, нужно поторопиться и принести документы до 14 июля, чтобы успеть сдать внутренние испытания. Те же правила действуют и в Алтайском государственном педагогическом университете. Всех студентов должны зачислить до 1 сентября, а не до 1 октября, как это было раньше. В этом году в ВУЗ выделили порядка полутора тысяч бюджетных мест. Среди поступающих популярны направления психологии и педагогики, а также физической культуры и спорта. Наша приемная комиссия начала работать с 1 апреля. Уже более 300 человек нам подали документы. Это магистратура, выпускники прошлых лет. И бакалавриат – это тоже выпускники прошлых лет. Есть люди из других регионов, есть люди из других государств. У нас очень активно в этом году подают Таджикистан. У нас уже порядка 30 заявлений в магистратуру именно от граждан республики Таджикистана. Активно в этом году подают Казахстан. Ну, это те страны, которые к нам пока очень активно идут. Во всех трех ВУЗах приемная комиссия будет работать больше месяца. Ажиотаж начнется на следующей неделе, ведь далеко не все студенты получили аттестаты. Например, сегодня кто-то еще сдавал ЕГЭ по информатике. Ирина Корчагина, День с толком. Продолжим. Манежная езда, полевые испытания и прыжки через барьер. Сильнейшие всадники Алтайского края сошлись в Троеборье – программе Олимпийских игр. В течение трех дней почти 30 пар будут бороться за звание лучших. За зрелищными состязаниями наблюдала и наша съемочная группа. Настраивайся сама. Вот ничего. Самое главное, чтобы он не сбрасывался, а держал полы. Свободно двигаться, повиноваться всаднику, симметрично исполнять фигуры. Суть упрощенной выездки, иначе манежной езды. На Барнаульском подроме стартовал первый соревновательный день по Троеборью. Выступают 29 пар со всего Алтайского края. На манеже опытная всадница Юлия Копербаева и ее напарник, красавица Верест, первый. Вместе второй стартовый сезон. Срок небольшой, но тандем сложился. Техника на высоте, на манеже одно целое. Робость и волнение могут себе позволить, но лишь после выступления. Сейчас немножечко волнуюсь, потому что лошадь такая активная, достаточно, согласно своей крови, чистокровная, верховая. Он такой интересный, очень активный парень. Главный подход к лошади у вас, он какой? Договориться нужно с лошадью, с ней, как бы ругаться бесполезно, потому что лошадь все равно сильнее всадника. И только путем переговоров, так скажем, нужно найти с лошадью общий язык. Так, Коперес, иди сюда, культурно. Впереди у напарников полевые испытания, бег с препятствиями и конкур, прыжки через барьеры – наиболее зрелищный этап. Судья из Красноярска, который специально приехал оценивать наших спортсменов, в целом рассуждает развитие иконного спорта в сибирских регионах. Ну, в принципе, ребята неплохие, есть и выступали много, и по российским стартам я их видел. Но, тем не менее, тенденция такая, все-таки вот в основном старте в двух звездах выступает всего семь пар. Ну, как бы это вот для всего Алтайского края, скажем так, маловато. Похожая ситуация, поясняет судья и в других сибирских городах, в частности в Красноярске. И чтобы наши спортсмены достигали больших результатов, необходимы современные конно-спортивные базы. А их сейчас в Сибири практически нет. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. Сегодня стартовал фестиваль Роберта Рождественского. Памятное мероприятие, которое традиционно будет проходить в течение нескольких дней, посетят известные писатели и поэты со всей страны. Уже сегодня в Гмилике прошли просветительские мероприятия. Посетители музея смогли увидеть клипы на стихи нашего земляка. 23 июня дочь поэта Екатерина Рождественская презентует документальный фильм «Семь мгновений Роберта Рождественского». Показ ленты состоится в кинотеатре «Мир». Заключительный день, 24 июня, пройдет традиционно на малой родине Роберта Рождественского в селе Косиха. Ее называют «Весна». Художница с необычной фамилией создает работы на тему космоса. Недавно Варвара начала пробовать себя в графическом жанре. К слову, раньше девушка жила в столичных городах, но вдохновение нашла на Алтае. Наши корреспонденты познакомились с Варварой весной. Лучезарная улыбка и необычный подход к искусству. У Варвары нет определенного жанра в творчестве. Она пробует и развивается в разных стилях. Весна призналась, ее главный источник вдохновения – жизнь. Все события, которые происходят в моей жизни, плохие, хорошие, я стараюсь перерабатывать, интегрировать в своих работах, размышляю вообще над смыслом жизни, над смыслом жизни своей человечества, окружающих меня людей. Поэтому источником вдохновения является сама жизнь. Варвара говорит, за несколько лет сменила десятки съемных квартир. Жила в Санкт-Петербурге, Бийске и Москве, но себя нашла только в Сибири. Сибирь – это кладезь информации, источник энергии. Здесь всегда очень приятно находиться. В больших городах мне сложно пишется. Такое ощущение, что город тебя перемалывает, растворяет, и ты становишься вольно-невольно его частью, как бы включаешься в это информационное поле. А в Сибири ты здесь абсолютно свободен, как сейчас. То есть на тебя не давляет ни какие-то установки общества, ни энергетика других людей. И поэтому Сибирь – это моя родина, я люблю Сибирь всегда, вот здесь, в моем сердце. Недавно Варвара освоила новую технику. Начала создавать картины на графическом планшете. Тема цифры меня всегда интересовала. Я всегда считала, что это экологично, что это модно, это всегда на волне. И, естественно, цифра, она упрощает процесс. Это, во-первых, дешевле, не тратится столько бумаги, краски, карандашей. Сейчас художница готовится к своей персональной выставке, которая пройдет уже осенью. Обещает порадовать зрителей необычными фантазийными работами. Елена Кузовкина, Максим Пономаренко, Владислав Ковалев. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...